С этого года налоговая служба будет отслеживать работу продавцов рынков, магазинов и торговых домов с помощью QR-кодов. Пилотный проект позволит администрировать налогоплательщиков с проведением визуального осмотра. Предприниматели смогут получить QR-код на официальном сайте областного департамента госдоходов. В рамках проекта используется штрих-код, сформированный органом госдоходов. Применяется новшество в отношении предпринимателей, осуществляющих оптовую розничную торговлю на крытых рынках, торговых домах, магазинах и павильонах. QR-код можно получить на сайте Комитета госдоходов. Штрих-код будет содержать такую информацию, как ИИН или БИН, полное наименование налогоплательщика, адрес местонахождения, наличие или отсутствие лицензии на продукцию и так далее. Штрих-код, который сгенерирован на сайте КГДМ и ФРК, необходимо разместить в местах нахождения ККМ. То есть там, где осуществляется продажа, реализация товаров, необходимо его разместить. И любой потом покупатель, придя в магазин, он может убедиться в том, что предприниматель использует достоверный ККМ, который официально зарегистрирован на сайте. Сегодня в операционный зал налоговой службы пришла Гульмира Исинжанова. Она ведет бухгалтерский учет пяти продуктовых магазинов города. Здесь специалисты и подробно рассказали, показали, как получить QR-код. То есть это удобно также для предпринимателей и для потребителей. То есть я также являюсь потребителем, который хожу в магазин, приобретаю какую-то продукцию. И для меня важно, какую продукцию я приобретаю. То есть QR-код в этом деле, я считаю, что это очень важно. И мы с помощью его получаем достоверную информацию о продукции. И об индивидуальном предпринимателе, который продает нам эту продукцию. Это один из самых первых продуктовых магазинов, где начали применять QR-код. Для чего он нужен? Так, например, если продавец вам не предоставил фискальный чек, вы с помощью вашего телефона можете отсканировать данный QR-код. И в вашем смартфоне появится вся информация о бизнес-объекте. Ознакомившись с информацией, содержащейся в QR-коде, необходимо направить жалобу в налоговую службу. На сегодняшний день в Западно-Казахстанской области насчитывается более 15 тысяч субъектов малого-среднего бизнеса. Альбины Кумыргалевы, Талгат Мурадбаев, Айдос Кисимов, Телеканал Акжаик.